Зависть 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 2 глава, 23 стих. Зачитаю вам это очень важное место. «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее принадлежащую к уделу его». И на самом деле, дорогие друзья, все, кто более-менее интересуется, знаком именно со Священным Писанием, знают, что зависть буквально кровавыми следами всю человеческую историю преследует людей. Самое первое человекоубийство произошло по причине зависти. Мы все хорошо это знаем. Люди, воспитанные в христианской традиции, читающие Священное Писание, что Каин убил брата своего Авеля именно по зависти. По зависти, что он видел, что Господь принял жертву брата его Авеля, а его не принял. И поэтому самое первое человекоубийство, а любое, хочется подчеркнуть, любое человекоубийство, это братоубийство, произошло по причине зависти. Самая первая книга Библии и Бытия повествует нам, как в роде праведных, сыновья праведного Исаака, Иаков и Исаак, два брата. И вот Исаак позавидовал брату своему Иакову, о чем в книге Бытия в 27 главе мы читаем. Дальнейшее повествование книги Бытия раскрывает перед нашими духовными очами еще более яркую картину, как проявляется зависть. У Иакова, у праотца Иакова, было много сыновей, и самому младшему, и одному любимый сын был Иосиф, и братья позавидовали Иосифу и продали его в рабство в Египет, о чем повествует 37 глава книги Бытия. Всю историю человеческого рода можно проследить, и мы видим следы зависти. Пророков побивали камнями, убивали именно по зависти. И самое большое преступление в человеческой истории, богоубийство, также произошло по зависти, мы хорошо помним вот это место из Евангелия от Марка, 15 глава, 10 стих, где сказано буквально следующее, что Пилат, Пилат, зная, что по зависти предали его архиереи, обращается к ним, говорит, хотите ли, отпущу вам царя иудейского. Самое страшное преступление в истории богоубийства произошло именно по зависти. И обратите внимание, даже Пилат это понял, что движимы они были именно завистью к нему. Эта страшная страсть, она любое человеческое сообщество, любой коллектив, даже в одной семье близкие люди, если враг посеет эту душевредную страсть, то начинается, и равно как и с завистью, вот эта дурная ревность, соперничество, и начинается всевозможное нестроение. Как с этой страстью бороться, на что надо обратить внимание, очень мудро говорит один из опытнейших наставников духовной жизни, преподобный Паисий Святогорец. Вашему вниманию, дорогие друзья, зачитаю из его произведения «Страсти и добродетели» его следующий совет. «Может ли у человека быть одновременно зависть и любовь? Невозможно, пишет преподобный Паисий, чтобы в одном человеке уживались одновременно зависть и любовь. Если даже у него есть немного любви, любовь ее нечистая, потому что в этой любви есть его «я». Зависть портит, делает негодной и любовь, и доброту. Подобно тому, и преподобный Паисий в своей манере так вот образно говорит, как дохлая мышь делает негодной масло, когда упадет в глиняный горшок. Зависть нас ослабляет. Если бы мы отогнали зависть, то и молитва наша имела бы силу. И преподобный Паисий, отвечая на вопрос сестер монастыря в Сурати, его духовных чад, на вопрос, как в реальной жизни, как с этой страстью бороться, как с этим страшным душевным недугом вести борьбу, дает очень важный практический совет. Если человек познает дарования, которыми его наделил Бог, и станет их развивать, то не будет завидовать, будет жить, как в раю. Многие не видят своих собственных дарований, видят только дарования других, и их охватывает зависть. Считают себя обделенными, ущемленными, мучаются и превращают свою жизнь в кошмар. Почему у него есть эти дарования, у меня нет. Ну и так далее. Почему у него есть то, а у меня нет. Почему у него получается, а у меня не получается. И так далее. У тебя есть одни дарования, у другого другие. Помните Каина и Авеля? Каин не стремился разглядеть собственные дарования, а смотрел на дарования, которые имел Авель. Так он возрастил в себе недовольство к брату, потом восстал и против Бога, и в конце дошел до убийства. И вот в качестве практического такого совета преподобный Паисий говорит, поэтому пусть каждый посмотрит, может, дарования, которыми он завидует в другом, есть и у него, но он их не развивает. Или, может быть, Бог дал ему другой талант. Бог не обидел никого. Каждому дал определенное дарование, которое может помочь человеку в его духовном развитии. Пусть каждый найдет те дарования, которые дал ему Бог, пусть прославляет благого Бога, не горделиво по-фарисейски, но смиренно, признавая, что пренебрег этими дарами, и в будущем их развивает. И преподобный Паисий очень часто своим духовным чадом, всем, кто обращался к нему, практические советы давал из своей жизни. Он вспоминал, как в 50-е годы он подвязался на Святой Горе в монастыре Эсфигмен, и как одновременно с ним подвязался один брат, имя которого он не называет, послушник, преподобный Паисий, будущий преподобный Паисий, тогда его звали Арсений, был послушником, и другой брат, который был очень благоговейный и смиренный. Он был настолько благоговейный, что даже, как вспоминает преподобный Паисий, более старшие монахи, когда он входил в келью или входил в храм, вставали ради уважения к нему. Но, естественно, этот смиренный послушник даже не замечал, что такое к нему благоговение. И вот что пишет о нем преподобный Паисий. «Он достиг большой духовной меры, лицо его светилось. Он во всем был примером большой подвижник и ревнитель. Я больше получил пользы от этого послушника, чем от всех книг, которые до этого читал, потому что он был живым примером. Однажды у меня болело сердце», вспоминает преподобный Паисий. «Случайно в это время в келью ко мне зашел тот брат, и я попросил его помолиться. Он еще не успел выйти, а боль уже прошла. В другой раз в монастырь пришел бесноватый и просил у отцов, чтобы его исцелили. Тогда игумен монастыря сказал этому послушнику, «Давай-ка помолись, пусть бес выйдет из этого несчастного». «Вашими молитвами», сказал он, «Христос да прогонит его». Только он отошел, бес вышел из человека. Вот какое было у него дерзновение перед Богом. Вот какую меру он пришел. И далее преподобный Паисий делает очень важный вывод. Он, описав нам добродетели, ревность и благоговение другого брата, делает очень важный, отвечая на наш вопрос, как бороться с завистью. Важный вывод. «Так вот я просил у Бога, чтобы тому брату прийти в меру того святого, имя которого он носил, а мне прийти в его меру. Так же делай и ты, и явно увидишь силу Божию. Когда человек научится радоваться успехам других, Христос даст ему все успехи других. И он будет радоваться, так как радуются все другие вместе взятые. Тогда его успех и радость будут огромны». Вот видите, дорогие мои друзья, какой вроде бы простой, доступный и вроде бы понятный совет, как бороться с завистью. И отвечая на вопрос, может ли зависть повредить человеку, вообще любая злоба, ревность, зависть могут повредить тому, кто предоставил дьяволу права над собой, кто живет нераскаянной жизнью. Если же человек кается, исповедуется, старается по мере своих сил исполнять заповеди Божии, когда человек защищен благодатью Божией, то никакая зависть, злоба, ревность или колдовство, или сглаз и так далее. Многое из того, что боятся, опасаются, может быть, не без основания современные люди, отошедшие от Бога. Ничего этого не повредит. Преподобный Паисий в своем другом томе, который называется «Духовная борьба», дает очень важный совет. Самое главное и необходимое для людей найти духовника, исповедаться ему, доверять ему и советоваться с ним. Если, имея духовника, люди устраивают свою жизнь так, чтобы в ней, в жизни, находилось место молитве и чтению духовных книг, если они ходят в храм, причащаются, тогда в этой жизни им нечего бояться. Храни вас всех, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok